Всем привет! С вами снова я и сегодня у меня видео с моими косметическими покупками. Только что снимала другое видео тоже с косметическими и решила продолжить, потому что косметики много и в одно видео не поместила. Сегодня у меня для вас косметика ту, которую я заказывала. Некоторую я покупала в аптеке и есть одна посылочка даже с Китаем. Начну с той, которая у меня с Арифлейма. В принципе, у меня сегодня не так уж и много. Первым, что я хочу показать, это бальзамчики для губ. Они от фирмы Арифлейм, Essential и одно Life Nature. Две из них я купила, одну мне подарила подружка. Вообще, классные бальзамы, очень мне нравятся. Я как-то говорила в своих распаковках косметики Avon, что я покупаю бальзамы только одной фирмы, это только Арифлейм. Вообще, нравятся. Очень классные, очень здоровские. На морозе не сворачиваются, не скукоживают губы, не слезают ошметками. В принципе, я рекомендую. Вообще, классно. Губы очень хорошо смягчают, очень хорошо держатся. Покупаю эти бальзамы я уже год шестой, наверное, если не больше. Вообще, пользуюсь ими регулярно зимой. Летом, конечно, пользуюсь большими бальзамчиками, но зимой спасают они меня, потому что они очень хорошо себя ведут на морозе. Морозы у нас крепкие, бывают до минус 35, бывают меньше. В основном где-то минус 15-20. Поэтому очень хорошее средство. Сама пользуюсь, вам рекомендую. Далее, что хочу показать, это еще один бальзамчик для губ от Арифлейм, Tender Care. Именно этим ароматом я заказываю первый раз, а так от Арифлейм бальзамов у меня очень много. Можно сказать, даже целая коллекция. Как-нибудь сделаю обзорчик, покажу свою комнату, где у меня хранится косметика и покажу, сколько у меня этих бальзамов. Открыла баночку, понюхала и не пойму, что за аромат. То ли печеньками, то ли чем-то еще пахнет. Вообще, на коробочке посмотрела, не нашла, вернее, не поняла. Если вы знаете, можете написать в комментариях, какой это аромат. Ну, я сама Арифлейм не занимаюсь, я только заказываю периодически, то есть один раз в 2-3 месяца, поэтому мне ни к чему запоминать. Запах мне понравился, купила я недорого. Перед Новым Годом купила по акции. Сняла только сейчас. Последних два продукта, которые я заказала в Арифлейм, это блески Power Shine Lipstick. Сейчас я их открою, покажу цвет. Первый цвет у меня идет бриллиант Фуксия. Вот такой вот яркий, малиновый, я даже не знаю, как показать. Надеюсь, не будет отсвечивать. Сейчас попробую нанести на руку и сделать сводч. Вот, как-то так покажу. Он розовый. Решила накрасить одну половину губ этой помадой и в другую половину губ накрашу той помадой, чтобы видно было цвета. Следующий цвет у меня вообще непонятно, что там написано. Там написано Рэта, еще какое-то слово. Но она должна быть красная. Такая она в тюбике. Вот такой у них сводч. Сейчас накрасим вторую половину губ и посмотрим, как будет выглядеть там. Вообще, так крашу, конечно, первый раз. Но вот, покажу, я не знаю, видно, нет. Потому что очень отсвечивает сильно. Сегодня решила снимать в другой комнате. И, наверное, зря я это сделала. Вообще, вот этой помадой я очень довольна. Она мне очень нравится. Неплохая помада, хорошо увлажняет губы, мне нравится. Но единственное, на морозе, конечно, она скукоживает. Показывается, ее лучше на весну, на осень или на лето. Но у меня на зиму есть. Я уже показала, чем я пользуюсь. Поэтому оставлю. Буду ждать весны и пользоваться весной. Последний продукт я купила в аптеке. Крем для ног Life of Nature. Смягчающий. Вернее, как купила. Я делала покупку. Покупала витамины, которые я пью. И мне дали просто в подарок. Поэтому решила показать вам. Объем тут 30 мл. Не знаю, сколько он стоил. Потому что мне достался бесплатно. И здесь он запечатанный. Поэтому, в принципе, очень классно. То, что он закрытый. Мне очень это понравилось. Потому что я сейчас пользуюсь другим кремом для ног. И как бы не хотел, чтобы этот начал портиться раньше времени. Когда тот закончу, начну этот. Надеюсь, он неплохой. И последняя покупочка, которую я хочу показать. Я ее заказывала с Китая. Здесь у меня должна быть кисточка для макияжа. Кисточка Кабуки, насколько я помню. Не знаю. Сейчас проверим, в каком она состоянии пришла. Доставили посылку мне быстро. Она пришла за 2 недели. Стоила кисточка 80 рублей, по-моему. Недорогая. Ссылочку оставлю на нее в описании. Вот такая кисть с толстой ручкой. В принципе, мягкая. Очень, кстати, мягкая на ощупь. Нравится мне. Не те, что я заказывала с Китая набором. Те немножко деревянные. Такие жестковатые. Это очень приятно. И я думаю, она очень будет хорошо наносить средство. Такая вот она круглая. Немножечко деформировалась. Потому что лежала у меня коробка, заваленная другими продуктами. Своей покупкой я довольна. Надеюсь, вам тоже она понравится. Если что, оставлю ссылку, сказала, в описании. На этом у меня все. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх. Подпишитесь на мой канал. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.